В Национальном парке «Русь» наградили лауреатов ежегодной премии губернатора «Наша Подмосковья». Участники представили больше 20 тысяч социально значимых проектов. Посетила церемонию и химкинская делегация вместе с руководителем муниципалитета Дмитрием Волошиным. Глава познакомился с участниками премии, осмотрел стенды с работами. Один из самых популярных проектов – серия экологических сказок «Храни мир». Пять супергероев спасают планету, борются за чистоту. У каждого персонажа свой характер и свое видение, как сохранить мир. Им они делятся с читателем. Идея проекта в том, чтобы воспитывать экологическую культуру детей не через лозунги, не через наставления, не через «Ай да, все пошли из-под палки на субботник», а через художественную литературу. Через тех героев, которые дети полюбят. Уникальную творческую задумку воплотил и Артем Садков. Он создает миниатюрные храмы и города из бамбука. Спички сегодня уже не оригинально, рассказывает автор. Строит миниатюры по несколько недель, иногда месяцами. Со своими работами ездит в детские сады, библиотеки, показывает свои шедевры детям и рассказывает, как сотворить бамбуковые города своими руками. Мастеров и умельцев на премии «Тысячи» поздравить лауреатов приехал и губернатор Андрей Воробьев. Наш проект «Наша Подмосковья», премия «Наша Подмосковья» по-настоящему объединила очень неравнодушных, очень заботливых, внимательных людей. Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и за ваше активное участие в жизни Подмосковья и в жизни нашей страны. В этом году химки заняли первое место по показателю участников. На официальном сайте премии зарегистрировались свыше 117 тысяч химчан, а 42 жителя городского округа по-настоящему удивили жюри и стали призерами премии «Наша Подмосковья». Общий призовой фонд премии составил 180 миллионов рублей. Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.